Редактор субтитров А.Семкин Корректор 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 А.Егорова Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова И вопрос такой, есть ли градации по числу жителей и по удаленности Потому что основная претензия, которая к области существует у всех Это ее большие размеры, малонаселенные пункты, вымирающие деревни и так далее Действительно ли в каждый населенный пункт? Действительно ли в каждый населенный пункт? Действительно ли в каждый населенный пункт? Через наиболее социально значимые учреждения? Юрий Иванович, возникает вопрос. Населенный пункт 250 человек. Из них по умолчанию 249 бабушек. Зачем им доступ к интернету? Там нет соцобъектов, нет школ, нет ничего. Доступ к сети интернет это не только соцобъекты. Кто сказал, что бабушка, мне должен доступ к сети интернет. Например, в июне текущего года прошел Всероссийский чемпионат по компьютерному многоборью среди лиц третьего возраста, то есть среди пожилых людей. И сборная команда Кировской области заняла второе место общей командной на этом чемпионате. Сегодня пожилые люди очень активно вовлекаются и начинают пользоваться электронными сервисами, электронными услугами. Это и общение со своими родными, которые переехали в другие города, в другие регионы. Это онлайн-доступ, это ГИС ЖКХ, это все возможные получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Их все можно подавать в электронном виде. Это портал государственных услуг, где можно, не выходя из дома, получать уже большинство региональных, федеральных государственных услуг. Причем сроки рассмотрения таких заявок, поданных в электронном виде в большинстве органов исполнительной власти, сроки рассмотрения сокращены. А если говорить о государственной пошлине, так пошлина по всем услугам, поданных в электронном виде, имеет 30-процентную скидку в силу действия федерального законодательства. То есть это еще и выгоднее. Люди это понимают и активно начинают этим пользоваться. Поэтому компьютерные навыки доступа в интернет – это не только способ социальной адаптации любой категории граждан. Это и возможность современно, быстро и эффективно получать услуги, которые востребованы как минимум ежемесячности, говорить о ЖКХ. Проект по ликвидации цифрового неравенства должен быть реализован до конца 2019 года. Это финансирование федеральное? Да. Большие ли деньги выделены на Кировской области? Здесь речь не идет о объемах выделенных денег. Это объемы финансирования, которые затрачены на результате федерального проекта, знает только федеральный уровень. Мы знаем о том, что все населенные пункты, подпадающие по 250-500 населения, должны быть обеспечены связью. И сколько это стоит, по сути дела, региональный уровень, это не беспокоит. Но это нас беспокоит, поскольку у нас разворот на бизнес, мы хотим понять, насколько затратны эти проекты. Тем более, что вы сказали, что на проект по ликвидации цифрового неравенства наслаивается новый проект, который еще только готовится. Это подключение лечебных заведений к цифре, интернет, мобильная связь. Давайте попробуем понять эту синхронизацию. Когда предвидится запуск проекта по лечебным заведениям? Мы ожидаем запуска этого проекта с начала 2019 года. С начала 2019 года. Сроки реализации проекта установлены? Сроки пока не установлены. Пока не установлены. И тогда нужно понять. Мы знаем, что проект по цифровому неравенству реализуется одним оператором. Это Ростелеком. Он здесь присутствует. Евгений Валов у нас здесь в гостях. Он полностью реализует этот проект. И, наверное, может быть, вы тогда, Евгений Владимирович, можете сказать, насколько затратный этот проект. Какой здесь интерес Ростелекома как бизнеса? Добрый день всем. Ну, первое, смотрите. Вот Юрий Иванович правильно сказал. Сложно говорить, сколько денег выделено. На самом деле, утвержден перечень объектов. Утверждены расценки. Соответственно, мы выполняем строительные работы. А так как это государственный контракт, то после его исполнения все объемные ведомости проверяются. Там счетная палата и прочие контролирующие органы. Ну, расскажите нам тогда технологию. Как вы производите работы? Ну, технология простая. В зависимости от условий. Вот только что там в начале репортажа опомянули, что область такая, мягко говоря, сложная. С точки зрения проживания, но с точки зрения строительства тоже. То есть и леса, и болота. Есть непроходимые участки. Сталкиваемся с различными вариантами. Поэтому основное направление это грунт, либо подвеска по существующим опорам линии электропередачи. То есть либо под землей, либо по столбам бросается. По опорам по существующим, чтобы не строить инфраструктуру свою, чтобы не утяжелять стоимость проекта. Есть какая-то дорожная карта? Есть перечень конкретных точек на конкретный год выполнения работы. Успеем до конца 2019 года все населенные пункты? Смотрите, изначально проект планировался сделать до конца 2018 года, когда его принимали. Но в связи с тем, что в бюджете страны прошли некие подвижки, то проект в настоящий момент финансируется от фактически возможных выделений затрат на него. Поэтому в настоящий момент пока, если в федеральном бюджете проблем не было, то в принципе в 2019 году мы должны закончить. Правильно, я понимаю, что у нас есть список населенных пунктов, куда должна быть доставлена связь. Дальше вы понимаете, какой объем финансирования федеральным выделили, например, на этот год. И исходя из этого объема кидаете связь. Строим линии связи. Строите линии связи. Строите линии связи. И вполне возможно, что если там будут какие-то подвижки, как вы сказали, в федеральном бюджете, то проект продлится и за 2019 год. Ну, если в 2019 году, допустим, я тут не могу отвечать, не моя зона ответственности, будут какие-то изменения с точки зрения финансирования проекта, то да, могут его передвинуть в сроки исполнения. А все-таки насколько это дорогостоящая история? Ну, если я не ошибаюсь, то там больше 100 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь, у нас по России в целом. По России в целом. Да, конечно, это не по области. Наша область, все уже пришли к этому мнению, она достаточно сложная в освоении, но она еще является такой в понимании, ну вот если мы будем говорить по экономическому развитию, не является драйвером роста экономики Российской Федерации, честно уж так надо сказать. Не выделяются ли нам средства по остаточному принципу? Средства по остаточному принципу не выделяются, в связи с тем, что как бы я не любил свою область, свои регионы, как его можно особенным делать, но посмотрите на карту России с разделением на области, и вы поймете, что чуть восточнее нас мы уже не являемся самым большим, сложным регионом. Есть регионы, там, в Сибири у нас гораздо больше, там, протянулись от севера до юга страны. Вот сложные регионы. Поэтому мы находимся в таких середнячках, и в целом средства выделяются равномерно на все регионы. Прервемся на полминуты и продолжим разговор с нашими гостями Юрий Палюх, министр информационных технологий Кировской области у нас в гостях, и Евгений Валов, директор Кировского филиала PowerOS Telecom. Разбираем вопрос цифровизации нашего региона. Проще говоря, это доступность мобильной связи интернета в каждом населенном пункте региона. Такая задача поставлена правительством Российской Федерации. Несколько проектов затрагивает эту тему. Мы начали говорить об устранении цифрового неравенства федеральный проект. Раз. До конца 2019 года все населенные пункты, где больше 250 человек, должны получить эту связь. И тут еще нам Юрий Иванович сказал, что готовится следующий проект подключения лечебных заведений, всех социальных, прежде всего лечебных заведений к связи мобильной, и они должны каким-то образом синхронизироваться. Проект еще пока не запущен, он готовится, но если мы говорим о том, что в цифровом неравенстве полностью весь заказ ушел Ростелекому, он осуществляет, эта компания осуществляет этот проект, то что касается проекта по лечебным заведениям, тоже Ростелеком или другие мобильные операторы будут участвовать? Мы ожидаем, что эту историю будет реализовывать также единственный оператор. Это решение правительства Российской Федерации. Единственный оператор, он является по реализации устранения цифрового неравенства. Также он будет единственным оператором по реализации проекта подключения всех лечебно-профилактических учреждений. Почему такой выбор? Есть ведь и другие компании. Здесь, я так понимаю, Ростелекому при реализации этого проекта никто совершенно не мешает брать на субподряд всех других операторов связи. Вы будете это делать? Ну, операторов мы, конечно, не берем на подряд, но, скажем так, подрядчики, которые исполняют работу, их пул. То есть не один подрядчик работает на территории. Я думаю, что здесь уместно сказать, что вот такие проекты стратегические, которые несут социальную нагрузку больше, чем бизнесовую, они отдаются Ростелекому, наверное, поправьте меня, если я и не права, еще и в связи с тем, что акционерное общество Ростелеком все-таки принадлежит к большой пакет акций государству. Ну да, больше 50%. Вот это ключевая история по выбору подрядчика на эти проекты. Смотрите, вы сейчас спрашиваете тот вопрос, задаете, вот точно не в нашей компетенции. Вот этот вопрос немножко надо повыше адресовать, потому что правительство Российской Федерации на основании каких-то своих предположений, каких-то там постановок, задач, а их на самом деле может быть гораздо больше, чем просто тезис, что Ростелеком больше 50% акций принадлежит государству. Ростелеком еще выполняет, помимо этого, часть задач, которые государство очень четко контролирует. Вот весь этот пул государство рассматривает и принимает те или иные решения. Ну, все-таки скажите мне последний вопрос, здесь все-таки этот проект по цифровому неравенству и по цифровизации лечебных заведений, это больше для Ростелекома про бизнес или про социалку? Ну, смотрите, вот поправлю только 200, у цен это цифровое неравенство 250-500. Да, 250-500. То есть тут четко рамки надо задавать. Ну, честно говоря, 250-500 это очень небольшая деревня, где бизнеса, скорее всего, мало или нет. То есть этот проект больше социальный. Ну, необходим в связи с тем, что Юрий Иванович правильно сказал. Мир меняется, Россия тоже меняется. Отстаем мы, опережаем, это уже нюансы. Но вы не будете отрицать, что в настоящий момент централизация всех функций, уход в цифровизацию, это факт. С этим нельзя бороться. И мы должны предоставить возможность пользоваться данными услугами всему населению. Ростелекома зарабатывает на этом проекте? Ну, доходу. Это же бизнес? Это больше социальный все-таки проект. Здесь хотел бы еще вмешаться в разговор. Здесь не согласен с тем, что это полностью социальный проект. Ведь та линия связи, та оптика, которая тянется до населенного пункта по численности 250-500 человек, она же проходит по территории Кировской области, создавая инфраструктуры и предпосылки другим, ну, например, операторам связи, если это говорить о компетенции моего министерства, это подключать другие населенные пункты, которые могут подключиться в последние мили к той оптике, к той трассе оптоволокна, которая тянется от какого-то коммутационного узла Ростелекома в малый населенный пункт или в большой населенный пункт. При этом у нас уже сейчас в Кировской области есть первые наработки, одни из немногих субъектов, которые хотят объединять услуги, предоставление услуги связи, именно телефонной связи, голосовой связи и устранение цифрового неравенства. Если говорить об устранении цифрового неравенства, то малый населенный пункт получает коллективную дочку доступа к сети интернет, но он не получает телефонии, он не получает сим-карты, не может звонить и так далее. Он просто получает доступ к сети интернет. Мы хотим реализовать на территории Кировской области и проработки с региональным Ростелеком, и на уровне макрорегиона. Есть уже поддержка Ростелекома. Мы будем одним из пилотных регионов, где оператор связи, пользуясь уже той оптикой, которая в малый населенный пункт заведена, той инфраструктурой, той опорой, которую Ростелеком уже в рамках цифрового неравенства построил, будет размещать на этой инфраструктуре свое операторское оборудование. Еще кроме коллективной точки доступа к сети интернет, в данном населенном пункте еще и появится связь. То есть наши телекомы Мегафон, МТС, Теледва, они могут в этом участвовать? Безусловно. В этом случае вхождение данного оператора связи, почему его там до сих пор нет? Потому что в населенном пункте до 500 человек экономически невыгодно строить оптику до населенного пункта, невыгодно строить опору и размещать свое оборудование. В данном случае Ростелеком всю эту работу уже выполнил и на определенных арендных условиях предоставляет тут инфраструктуру. Просто приходи, вешай свое оборудование. Это не просто слова, у нас уже есть предварительные проработки с нашим оператором связи. Этот проект уже где-то у нас уже пилотный, в некоторых селенных пунктах это уже реализовано. И на подходе уже десятки таких договоров. И мы скоро сможем этот проект презентовать и рассказать его реализацию. Все компании мобильные участвуют в этой истории? Да, всем это интересно. Юрий Иванович, еще такой проект реализуется в ряде регионов. Субсидии операторам, заходящим в дальние районы. Насколько его реально у нас реализовать? Реализация субсидий, вообще субсидирование для операторов связи, на мой взгляд, достаточно не совсем корректно. Мы должны создавать условия для того, чтобы оператор связи был заходить выгодно в населенные пункты. При этом, если мы будем напрямую операторам связи давать деньги для того, чтобы он куда-то пришел и мог зарабатывать деньги, при этом это бизнес. Мне кажется, не совсем корректно. Мы пошли по другому пути. У нас есть достаточно успешный проект поддержки местных инициатив, который успешно был реализован в этом году, когда муниципалитеты собирают население, люди голосуют за реализацию какого-то проекта, благоустройства какой-то территории, тротуар, дорога, парк, сквер и так далее. Но в типологии реализации вот этих проектов поддержки, где есть софинансирование из регионального бюджета и определенный процент, вот 10% софинансирование с муниципального уровня. Так вот, в типологии этого проекта поддержки местных инициатив инфраструктуры под связь не было. И муниципалитеты в рамках реализации этого проекта не могли реализовывать и расширять доступность связи. Вот начиная с 2019 года нам удалось, вот летом мы очень сильно поработали с Ассоциацией муниципальных образований АСМО с Министерством социального развития, который является администратором всего этого проекта. ППМИ. Да, и типология ППМИ была расширена на инфраструктуру связи. И теперь, начиная уже с сентября-октября, муниципалитеты могут подавать заявки и на строительство, опор, с подведения к ней электричества, связи и так далее. И дальше они эту инфраструктуру уже могут задавать в аренду операторам связи. И здесь аналогично оператор связи уже приходит на готовую матчу, вешает просто свое оборудование. Для него нет уже издержек на строительственную инфраструктуру. Это гораздо дешевле для оператора связи. И вот такие условия создаются. Мне кажется, это гораздо эффективнее. Более того, на основании постановления правительства Кировской области у нас уже реализуются два пилотных проекта. Реализация в рамках ППМИ достаточно уникальный проект, опыта мы пока не нашли. Нам нужно было этот процесс отработать, чтобы весь перечень необходимых документов, план реализации этого проекта был подготовлен. Мы отработали на двух населенных пунктах. Это Нинский район, село Канахинцы, и Шабалинский район, Черновское. И там, и там уже пакет документов, необходимый для реализации, сформирован. В течение этой недели уже будет подписано соглашение Министерства с администрациями этих двух районов о доведении софинансирования. И до конца этого года, думаем, что уже где-то в конце ноября, в этих двух населенных пунктах, а это на секундочку, в сумме 700, в сезонность пребывания 800 человек появится связь. Раньше там не было ничего. Если говорить о Черновском, там целых два оператора связи сейчас появятся. Они будут закрывать связи не только эти населенные пункты, а еще на 15 километров вокруг этого населенного пункта будут закрывать связи. Отсюда складывается такая сумма людей, которые получат связь в рамках реализации этого проекта. Мы научились, мы рассказали, как это делается. Теперь это выходит в свободное плавание по ПМИ. Мы полностью весь кейс решения этой проблемы до всех муниципалитетов довели. Пожалуйста, теперь, если население хочет в рамках реализации этих приоритетных проектов получить в своем населенном пункте связь, теперь все знают, что для этого нужно делать, а субъект готов из регионального бюджета софинансировать эти работы. Начиналось-то все с водокачки, с тротуара и с забора. А теперь уже вот такими высокими технологиями совместно жители, решая, могут тоже заниматься. Опора двойного назначения, проект, о котором мы уже говорили, и который мы тоже хотим разобрать, который, по сути, должен позволить обеспечить покрытие трассы небольших населенных пунктов мобильной связью и интернетом, лично мне пока еще непонятен. Я, конечно, прежде всего интересуюсь трассами, потому что, когда ты выезжаешь из города Кирова, например, по Советскому тракту, не успеешь отъехать от города, у тебя вообще вся напрочь связь пропадает. Ты отъехал-то всего ничего, там, десяток, два десятка километров, и все. У тебя нет до Советско-мобильной связи, нет интернета, она где-то проклевывается, да, как на рыбалке, там, поклевка какой-то мелкой рыбки, и все, и больше нет ничего. Объясните нам, пожалуйста, какие трассы будут задействованы, как будет реализовываться проект? Если мы в первой части нашего обсуждения говорили о том, что мы обсуждали, что это какие-то приоритетные проекты, Кировская область первая пробует, там, УЦН с оператором связи, расширение типологии ПМИ и так далее, то если говорить о опорах двойного назначения, это далеко не пилотные проекты. Мы очень сильно, наш регион в этом вопросе вообще, в принципе, отстал даже от наших соседей, я не говорю там о Москве, где уже три с половиной тысячи таких опор двойного назначения построено. Если говорить о наших соседях, там, в Татарстане их там уже три сотни, то в Кировской области такого способа реализации не было вообще. Что это такое? Это что-то похожее с ППМИ, когда некий оператор, назовем его инфраструктурным оператором, также строит саму конструкцию. Например, Ростелеком. Неважно, кто будет строить. Строит опору, подводит к ней оптику, подводит к ней электричество, оператор связи уже приходит и размещает на этой опоре свое оборудование. Почему двойного назначения? Потому что в условиях города, например, построить еще одну мачту, там, 30-метровую, 40-метровую, ну, с учетом того, что сейчас фонарных столбов так предостаточно, и еще одна металлическая конструкция будет установлена. Двойного назначения, потому что она может заменить с собой опору освещения и совместить с собой. То есть это будет надстройка, по факту это совсем другая конструкция будет. Фонарный стол со связью. С надстройкой для связи. Уже можно с первой такой реализованной в чистых прудах ознакомиться, она уже стоит, функционирует, там, три оператора связи, все замечательно. Там что? Там кто? МТС я видела, просто отчеты в соцсетях. МТС, Мегафон и Теледва. Юрий Иванович, возникает вопрос, зачем опора двойного назначения в небольших населенных пунктах, если есть Ростелеком и его ликвидация цифрового неравенства? После короткого перерыва. Когда наш регион полностью будет обеспечен цифровой связью, доступом к интернету, мобильной связью, за чей счет, что в итоге получат потребители, в какие сроки? Вот тема второго часа разворота на бизнес. И у нас в студии Юрий Палюх, министр информационных технологий Кировской области, и Евгений Валов, директор кировского филиала PowerOS Telecom. До перерыва, Вадим, ты задавал вопрос, повторил, пожалуйста. Есть ли противоречия между проектом опоры двойного назначения и проектом цифровизации, в котором участвует Ростелеком? Они пересекаются, они конкурируют? Расскажите об этом. Давайте мы решили, что мы перенаправим вопрос Евгению Валову. Почему нет Ростелекома во втором проекте в опорах двойного назначения? Смотрите, идеология опор двойного назначения все-таки родилась в больших городах. То есть, где в связи с большой высотной застройкой, не секрет, свечка возводится, это некий экран для любого радиосигнала. Возникают теневые зоны, где, в принципе, большой город. Я иду, захожу за угол дома, и у меня пропадает, ну, как минимум, 3G точно отвалилось. Осталось там только позвонить. И вот эти решения данных проблем только возможны созданием дополнительных базовых станций. И вот опора двойного назначения в идеологии, в начином, как изначально, это все-таки а-ля опора освещения, плюс к ней, на ней стоит антенны, GSM и небольшие базовые станции операторов. Соответственно, они позволяют за счет того, чтобы не портить инфраструктуру внутреннего дома, то есть не возводить отдельную матчу посреди детской площадки. Зачем? Архитекторы думали, они создали красивый проект, где поставили столбы освещения. Этот столб, он модернизируется и превращается еще в точку связи. Поэтому родилась опора двойного назначения. И у нас в Кирове первый пилотный проект, оператор, скажем так, инфраструктуры, получается, я понимаю, это городское предприятие. Оно занимается строительством опоры, оно занимается подведением к ней инфраструктуры. Это какое предприятие? Если я не ошибаюсь, городе Терсеть строило опору. Соответственно, оно подготовило инфраструктуру, и туда уже на коммерческих основаниях, там, взаимовыгодных, заходят операторы и размещают свои оборудования. Почему Ростелекома там нет, даже и на антенне вне всем? Потому что свою сотовую связь мы предоставляем на инфраструктуре Теледва. Теледва является, Ростелеком является со собственником данной компании, поэтому вся мобильная связь развивается на инфраструктуре Теледва. Насколько это выгодно, на самом деле, это опора двойного назначения, во-первых, городу, строительство этой инфраструктуры и получение арендной платы, и насколько это выгодно операторам? Потому что, ну, зоны-то, наверное, эти теневые не слишком большие. Имеет ли в этом вообще смысл какой? Ну, на самом деле, теневые зоны, они достаточно большие. Обширные по городу, получается, да? Даже в центре города можно найти заведения, помещения, те же самые углы дворы, где связи также нет. А выгоды городу, ну, во-первых, город получает качественную связь для своих жителей, то есть город не только ради прибыли существует, он ещё должен создавать комфортные условия для проживания населения в своём городе. Во-вторых, как вы отметили, это арендная плата. Город на эту историю ещё и зарабатывает. Почему эту историю отдали вот некому инфраструктурному оператору? Вот в Кирове это город-электросеть, подвижностную городу, муниципальные учреждения. Если эту всю историю отдать на откуп операторам связи, у каждого своя какая-то теневая зона. Если операторы связи будут строить опоры двойного значения там, где конкретно ему одному нужно, во-первых, для него для одного это будет дорого, во-вторых, у нас на каждом перекрёстке будет там по пять опор двойного назначения, там каждый построит там, где ему нужно. То есть обязательно должен быть регулятор, который соберёт потребности всех операторов связи, наложит их на одну карту и дальше мы уже определимся, где взаимовыгодно расположить опору двойного значения и город её построит. Второй момент – это одинаковые правила игры для всех. Один инфраструктурный оператор строит, понятные правила, одинаковые условия аренды для всех, одинаковые архитектурные, конструктивные особенности, которые абсолютно безопасны и безвредны для всех. Все понимают, кто их проектировал, город несёт за эту ответственность. И нет дополнительного коммерческого посредника при строительстве, город может напрямую считать свои затраты и наиболее комфортные и удобные и выгодные условия аренды оператором связи предоставлять. Потому что нет какого-то посредника между городом, который напрямую заинтересован в связи со мной строит, и оператором связи, который на неё заходит. И нет преференции. Вы сказали равные возможности для всех. Это ключевой принцип здесь и прозрачность, соответственно, предоставления услуг инфраструктурных. Ну а для жителей, почему это важно, конечно, потому что если ты в современном городе находишься, и зайдя за угол, как вот нам сказал Евгений Владимирович, вдруг пропадает интернет, но где, в каком веке, скажет город Киров, да, мы что вообще, что за деревня такая глубокая, до которой не доехать, не дойти, не бросить кабель, мобильные связи. Это правда. Вот поэтому это касается, конечно, абсолютно всех. Сколько таких опор двойного назначения запланировано построить в регионе, мы знаем? В регионе количество таких опор двойного назначения ничем не ограничено. Мы точно знаем, что операторы связи сейчас уже подали, ну, в зависимости от разных операторов связи, от 10 до 40 уже точек, где они хотели бы обеспечить устойчивое покрытие данным конкретным операторам связи. Возможно, в этой точке другой оператор связи уже обеспечивает, ему туда неинтересно. То есть сейчас идет сверка этих точек, и город планирует их строительство. У города есть мощность, есть ресурсы для того, чтобы реализовывать то количество опор двойного значения, которое операторам связи требуется. Зачем это операторам связи? Вот еще прозвучал вопрос, почему им-то, собственно, это интересно? Они же как-то до опор двойного назначения тоже жили. Ну, нет, есть теневая связь, у населения сим-карта все равно твоя есть, отойди в сторону, получи связь, ты все равно никуда не денешься. Это неправильно, потому что сейчас инфраструктура оператора связи, размещение базовых станций, для них тоже достаточно дорогое, что тормозит их развитие и покрытие связью. Это размещение базовых станций на жилых домах, на крышах, на муниципальных учреждениях. Почему в основном это на каких-то муниципальных учреждениях, вузах, на больницах размещается эта структура, потому что для того, чтобы разместить базовую станцию на квартирах в жилом доме, это жилищное наше законодательство будет обязывать оператора связи проводить массовые собрания жителей, опросы, мнения и так далее. Гораздо проще разместиться на муниципальных крышах, где один, собственно, обманентствуем разговор, но при этом муниципальных крышах явно недостаточно, и поэтому они должны восстанавливать оборудование гораздо более мощное, чем то, которое размещается на паре данного значения, которое гораздо дороже. Мир развивается, оборудование становится современнее, компактнее, соответственно, оператор связи несет гораздо все больше и больше издержки на сопровождение такого оборудования, которое на крышах домах расположено. Им естественно и выгоднее, и технологичнее сейчас с крыши спускаться и спускаться на подобного рода конструкции. Мы сейчас о Кирове говорим, правда, пока что? Да. Только о Кирове. Еще один проект, который пока что только в виде заявлений и намерений, был озвучен сетименеджером Ильей Шульгиным не очень давно. Он сказал, что за пять лет перероем весь город. Эта речь шла как раз о сетях, о тепловых сетях прежде всего, а речь шла о ливневке. И в то же время он сказал, что в этом процессе нужно учесть, что города должны очищать небо и провода должны уходить под землю. Насколько это действительно в Кирове реально? И как это вообще может произойти? Как это, на ваш взгляд, правильно делать, выгодно делать? Я вот Ростелекому хочу обратить этот вопрос, потому что когда я беседовала с некоторыми экспертами, они сказали, что ну не факт, не факт, что это получится сделать, потому что под землю, правда должны уйти под землю, вот подземная канализация связи принадлежит полностью Ростелекому, и тут страдают владельцы вот этих фонарей, на которые бросают провода, а это муниципальные учреждения. И не очень интересно может быть, а может и нет, другим операторам связи, потому что в итоге будет продать арендную плату, получается, Ростелекому. Как это может выглядеть? Ведь в других городах, и не только в крупных городах, вот в Татарстане, даже в маленьких городах провода уже ушли под землю. Ростелекому, пожалуйста. Ну, я думаю, вы ответили сами на этот вопрос. Я умею это делать, задавайте отвечать. Да, то есть вы задали, на него ответили, мне по большому счету осталось только кивнуть, что я сделал. Как это происходит обычно? Происходит, смотрите, факт то, что можно убрать провода, факт, потому что Москва, Казань и другие города их убирают. Второй момент. Перереть город тоже возможно. Цена вопроса. Третий момент. Потерять доходы те городские предприятия, на ком сейчас размещены провода, но это уже политическое решение нашего руководства. И если глава города принимает такое решение, а муниципальные предприятия принадлежат городу, то тоже экономика вопроса срастает, значит, это тоже будет принято. То есть, по большому счету, нужны деньги и политическая воля. И вот тут ведь момент. Не обязательно провода убрать в нашу канализацию. Есть вариант построить свою инфраструктуру и убрать туда операторов. Тут только единственный тонкий момент будет, где будет дешевле лежать оператору связи. Вы имеете в виду, город может построить свою канализацию? Конечно, да. И тогда забрать провода других операторов связи? Да, пожалуйста. И это вполне естественно, потому что под землей мы хоть этого не видим, но лежат и теплотрассы, и водоводы, и электрокабели, и кабели связи, и прочая инфраструктура. И поверьте мне, современные технологии позволяют плотненько еще туда что-то выбрать. Вот если мы говорим о городе Кирове, пятилетний срок – это реальный срок для того, чтобы очистить небо? Ну, я еще раз говорю, цена вопроса и политическая воля. Вот два момента. Почему? Потому что операторы тоже будут сопротивляться, политическая борьба в этом. Цена вопроса, потому что кто-то должен будет этим заниматься, это должен быть. Либо этот инвестор, но он должен понимать, на чем заработает, либо это бюджет, но понимает, что он от этого получает. Так, Юрий Иванович, вы за такую идею или против? Своевременно она или нет? Подождать еще нам с проводами. Пожить. Задача, не то чтобы своевременно, мы, наверное, тоже уже отстаем от других городов. И речь идет не только о Москве и Казани с другими ресурсами и экономическими характеристиками. Действительно, как вы отметили, есть гораздо меньшие города, где эта задача уже решена. Здесь я полностью поддерживаю этот проект. Причем здесь слово «перекопать весь город» может быть в кавычках, потому что есть технологии строительства, канализации горизонтального бурения, когда все это будет эстетически выглядеть без каких-то перемен, и весь город физически перекапывать не нужно. Здесь способ реализации проекта действительно различный. Оператором связи это будет в любом случае выгоднее. Ну, оптика не только оператора связи. У нас вся оптика, которая – это камера фото-видеофиксации, нарушение правил дорожного движения, она все на оптике находится. Мое поддельное учреждение этой задачей занимается. Камера ситуационного видеонаблюдения тоже подключена к оптическим линиям связи. Они проходят через весь город. Бывают аварии, бывает троллейбу зацепляют. То есть это постоянный ремонт, это выезды бригад, соответственно, это ресурсы, это транспорт, амортизация, это зарплата тех сотрудников, которые ездят и что-то восстанавливают. И безопасность. И безопасность в том числе. Перебои здесь достаточно критичны. Если мы инфраструктуру, ситуационное видеонаблюдение, например, в парках нарушим из-за этого, произойдет какое-то событие, правоохранительные органы просто не смогут контролировать или эффективно раскрыть, эффективно отработать. То есть здесь рисковать тоже нельзя. В случае, когда мы опускаем это все под землю, естественно, вся оптика защищена. При этом, как правильно Евгений Владимирович отметил, Ростелеком не единственный игрок на этом рынке. Может и город вполне совершенно спокойно это все строит. И говорить о том, что это будет невыгодно сейчас какому-то учреждению, которое в аренду сдает места подвеса на фонарных столбах, думаю, что нужно искать другие способы заработка, а не просто повышать аренду стоимости владения этих мест подвеса. Переговорный процесс с городом уже начался, а еще пока нет? Говорите о переговорном процессе, наверное, преждевременно, пока такой проект анонсирован. Также уже Сергей Вячеславович меня лично обсуждал. У нас там есть некоторые точки взаимного интереса, где мы можем реализовать как пилотный отрезок реализации такого процесса. Оптика и моего подвеса учреждения также находится. Он не продает ее как оператор связи. Это оптика, которая обеспечивает инфраструктуру АПК «Безопасный город». Все-таки начать надо. Вы считаете, последний вопрос, с новых районов или с центра города? С новых районов это уже в принципе нужно так проектировать, что оптика уже по умолчанию была под землей, поэтому там начинать не нужно, там уже нужно в рабочем... Ставить условиям, да. Там это должно быть в принципе условием, а начинать с центра города. Спасибо. Мы завершаем разворот на бизнес. Программу сегодня ввели Светлана Занькова и Вадим Шабалин. Гостями второго часа были Юрий Палюх, министр информационных технологий Кировской области, Евгений Валов, директор Кировской филиала PowerOS Telecom. Ну, за чистое небо, за устойчивую связь, за всеобщую цифровизацию. И мы прощаемся с вами. Всем хорошего дня. Спасибо.